Добро пожаловать в рубрику СНИ, друзья! Всем привет! И сегодня у нас на рассмотрении игрушка Life is Hard. Жизнь сложная штука. Ну, на самом деле так оно и есть. Давайте, наверное, чтобы не было непоняток, начнем с обучения. Там все и узнаем. Так. Производство и строительство, сельское хозяйство, религия и магия, сражения. Попробуем сначала. Производство и строительство. Так. Для меня счастье снова видеть вас, милорд. Сейчас не самые лучшие времена и ваше вмешательство как нельзя кстати. Нам необходимо отстроить поселение буквально с нуля. На складе есть немного строительных материалов, а вашим людям надо где-то жить. Построим несколько жилых домов. Так, хорошо. Постройте два дома. Так. Дом увеличивает максимально допустимое количество жителей поселения. Лимит 4. Давайте попробуем. Так. Вообще сделано интересно. Вот уже смотрю, как-то забавненько сделано. Постройте два домика. Угу. Хорошо. Допустим, сделаем так. С соседями. Теперь прикажите вашим людям увеличить население. Хорошо. Нажмите на кнопку над домом. То есть сердечко, понятное дело. О, как забавно. Обнесли, значит, заборчиком. Здесь у нас отец и сын. Вечная проблема отцов и детей. Так. Приказать вашим сокменам размножаться. Для того, чтобы развивать поселение, нам пригодится множество ресурсов. Некоторые из них можно добыть в соседней рощи. Нажмите на дерево. Хм. Ладненько. Нажатие этой кнопки зациклит рубку дерева для выбранного сокмена. Хм. Хорошо, ладно. А другие придется добывать в горной породе, где бессменными хозяевами являются как дружебные гномы, так и зловещие кабольды. Будьте осторожны. О, как интересно все действует. Отправьте миньона в шахту. Так, отправьте одного из ваших людей в шахту. Давайте попробуем. Добыча камней в шахте работает так же, как добыча дерева. Добыча. Нажмите S, чтобы спуститься в шахту. Нажмите на камень, чтобы заставить вашего сокмена копать. Так, S. Итак, что у нас по интерфейсу? День, штиль, лето, время года. То есть все показано. Какие-то герои. Ладно, попробуем в шахту. Нажмите на S, чтобы спуститься в шахту. Нажмите на камень, чтобы заставить ваши сокмы накопать. Хорошо. Хорошо. Вот и все. Да, запасы камня под землей не бесконечны. И рано или поздно придется углубиться дальше в пещеру. Но и там можно будет разбить перевалочный пункт. Хорошо. Все важные приказы отданы. Остается лишь наблюдать за отлаженной работой. Прошла неделя. Ресурсов у нас в достатке. Но не хватает оружия и брони для защиты ваших верных подданных. Отдайте же приказ о постройке мастерской. И да, я рекомендую построить свиноферму и приручить диких свиней. Этот способ более стабильен, чем охота, милорд. Ладно. Постройте свиноферму. Так, свиноферма, судя по всему, здесь, да? Так, нет. Пекарня. Свиноферма. Да, вот крышка нарисована. Нормально. Так, есть такой момент. Теперь приручитесь, не нажав на кнопку над ней. Приручить. Отлично. Постройте мастерскую. Мастерская. Мудрый правитель всегда смотрит в будущее, милорд. Вы могли бы отдать приказ также заготовить немного теплой одежды для ваших подданных на зиму, чтобы они не замерзли. Вот знаете, чем-то напоминает Бенништ. Так, нажмите на мастерскую. Два теплых костюма. Два теплых костюма. Медная кераса. Лен. Так, в одежде даже тепло зимой. Вот, наверное, вот это получается, да? На этом все. Не посмею вас больше беспокоить. Отлично. Так, ну что? Сельское хозяйство, религии, магия, сражения. Посмотрим, наверное, давайте... Скорее всего, эта игра растянется у нас на два выпуска. В первом выпуске мы посмотрим на обучение, то есть освоим азы и мастерство строительства, и сельского хозяйства, и так далее. А уже во второй серии, на рубрике сни, уже посмотрим непосредственно на сам геймплей. Прекрасный денек, не правда ли, мой господин? Такой день можно и на охоту отправиться, или приказать кому-нибудь настрелять дичи к обеду, как считаете? Ну, в принципе, да. Нажмите на кнопку над кабанами, чтобы пригодить сокману охотиться. Так, охотиться. Кабан не только ценный шкур, но и вкуснейшее мясо. Хлеб это, конечно, хорошо, но иногда хочется грибов, ягод, да и овощей к обеду. На ферме растет пшеница, тыква или кукуруза, в зависимости от выбранного типа саженцев. Из семян можно делать волокно и одежду в мастерскую, или печь хлеб на мельнице. Нажмите на левую кнопку над фермой, чтобы приказать сокману посадить семена. Так. А затем нажмите на кнопку, чтобы приказать сокману собрать урожай. Собрать урожай. Теперь необходимо размолоть немного хлеба на мельнице. Здесь вы можете молоть муку для приготовления хлеба. Хорошо. Нажмите на кнопку над кустом, чтобы приказать сокману собрать ягоды. Так. Я только что была на кухне. У нас полный амбар еды, и кухарки обещают приготовить что-то особенное. Жду не дождусь. Разные рационы дают разные бонусы. Здесь вы можете менять рацион ваших людей. Рацион влияет на скорость работы сокманов. Так. Этот рацион состоит только из хлеба. Ваши люди работают с нормальной скоростью. Этот рацион состоит только из овощей. Ваши люди работают с нормальной скоростью. Этот рацион состоит только из мяса. Ваши люди работают с нормальной скоростью. Этот рацион состоит из хлеба, фруктов и овощей. Ваши люди работают быстрее, настроение падает медленнее. Давайте выберем, наверное, вот это. Допустим Разрешите ненадолго вас оставить У меня есть еще одно дело Я собираюсь заглянуть в трактир Пивовар как раз собирает крупную партию алкоголя Для наших друзей-гномов Замечательно Нажмите на таверну и сварите немного пива Да, очень похоже на Бенниш, только в 2D Варить пиво Хорошо, вот и все, можно приступать к трапезе Отлично, религии и магия Да пребудет с вами благословение, милорд Ну и напасть Мои сестренки уже несколько дней не здоровятся А я только и молю богов ей помочь Да Ну давайте к делу Соседняя роща была под корень вырублена нашими рабочими Теперь нам негде брать древесину для наших нужд Что же делать? С помощью веры можно исцелять сокменов Прирост веры зависит от количества верующих Вот причем тут дерево и вера, опять же непонятно А, хотя вот оно что Буйный рост сажает одно дерево за веру Длань смерти Может дань Наносит вашим врагам урон, зависящий от их количества В этой области Длань исцеления А может и длань Я такого слова просто не знаю Лечит одного человека за очки веры Хорошо Так, и что дальше? Угу Так, вот что Только что я видел свою сестру Вы не поверите Она совершенно здорова и полна сил Будто бы на нее спустилась божья благодать Она никогда не была особо верующей Но после этого случая она не перестает благодарить высшие силы Угу Посадите пять деревьев Ага, раз Два Три Сделаем такую вот посадочку Пять Потрясающе, вы видели это, милорд? Прямо на глазах изумленных крестьян На пустыре вырос целый лесок Удивительно, надо непременно поблагодарить богов за такие чудеса Отлично Сражение Так, последний у нас туториал Господин, у меня ужаснейшие новости Но обо всем по порядку Все чаще приходит известие о том Что на восточном берегу закрепились норды И намерения у них явно не самые дружелюбные Я умоляю вас Давайте заключим с ними перемирие Несмотря ни на что Ведь с запада на нас продолжают нападать отряды мертвецов Угу Разместите три мины Мина Так, скорее всего где-то здесь это делается, да? Угу Ага, вот они, товарищи Раз Два Трис Прикажите герою подойти ближе и быть готовым Герой управляется мышью У каждого героя есть свои особые способности В арсенале есть немного оружия и доспехи Которые недавно были изготовлены Давайте сформируем ополчение Нажмите на сокмана Носоками не хотел прочитать Так, на сокмана Нажмите на иконку меча в левом нижнем углу И дайте ему дубинку Дубина Так, нажмите на сокмана и на иконку брони Угу Так Отлично Только что вернулся мой почтовый голубь из королевства пустынников Они согласились предоставить нам четверых крепких бойцов за скромную плату в древесине Мы не сможем в одиночку противостоять кровожадным нордам Однако спасут ли нас пустынники Будем лишь надеяться, что они успеют до того, как подойдут основные силы захватчиков Великое Восточное Королевство Великое Восточное Королевство приветствует вас Нанять подкрепление Воины Востока известны своей смелостью Допустим Угу Вот они, три, да? Как нам и сказали Среднее настроение Средняя гигиена Благосклонность Бога Число ваших поселенцев Очень интересно, конечно Пока не особо вошел во вкус, но уже интересно Наш ярл решил собрать с вас здание Отдайте нам две тревесины, два камня и умрите Отведайте наших стрел Хе-хе-хе-хе-хе Отведайте наших стрел Так же На нас напали На нас напали Так, вот мои мины стоят Вальгала Хм На самом деле интересно сделано Только, правда, есть небольшие такие проблемки Пока я смотрю С реализацией Но игрушка, насколько я понял Вышла совсем недавно Судя по тому, когда автор мне прислал ключ И информацию об игре Милорд, ваше решительное действие привлечь Да, я даже не успел прочитать Я даже не успел прочитать Но Ну и пока все, видимо Так, ушли товарищи Пока ничего не срабатывает Вот была проблема такая Поэтому я эту игру и не записывал Поскольку была проблема с каким-то управлением То есть иногда что-то все исчезало Либо игрушка вылетала Либо происходило вообще что-то непонятное Вот сейчас, видимо, то же самое Да Ну, что ж Я думаю, здесь мы и закончим Первый ознакомительный ролик Я напишу разработчику Скажу, что есть проблемы с обучением в сражении И надеюсь, что он это все дело исправит И мы во второй раз Во втором ролике насладимся уже полноценным геймплеем Посмотрим, как там все работает на деле Вживую, без обучения Это была рубрика Сни И игрушка Life is Hard До новых встреч Пока